здравия желаю значит сегодня что делаем была значит проблемка что напряжение там падала на выходе системы ну систему то видели все еще раз покажу сегодня слабую запускаю мотор и генератор на 50 ватт на выход на выход я поставил ведь и они старых вот сейчас запустим посмотрим все пройдет подключаем и включаем как видите напряжение ровное где-то 10 две три десятых напряжение ровное лапочка горит ровно видеть выходная вот она ровненько горит хотя значит промежуток один в десяти сейчас мы посмотрим когда важность потреблять каково потребление и тема и выход какой горит ровно видите проблем с тем что значит выключается нету на выходе ставим ионисторы 5 штук но это здесь слабый видите это слабый генератор эти поставить мощный мощный что будет значит это самое надо больше ионисторов потому что здесь всего на 12 вольт лампочка вот здесь и будем даже подчеркнуть вот здесь и замерим так вот на пике идут никак не здесь не по мере потому что все время сбрасывает как напряжение 5 5 5 4 5 7 5 5 5 5 0 2 10 0 1 10 и вот брата как померяем потребление засекали время пошло стабильно все стабильно колебания минимальны колебания минимальны колебания минимальны можно заряжать батареек и можно пользоваться напрямую так посмотрим кпз системы посчитаем по потреблению выхода вот по потреблению сейчас счетчик дойдет зарежки будет понятно как видите горит ровно благодаря яндексу спирт ничего вот следующий это одна десятая секунды только включать питания одна десятая одну секунду горит на своей энергии и они строятся сдают ровность выхода стабильность выхода более-менее стабильность там один-два вольта мигала ты часто на виде подождем сейчас придет горит и подсчитаем потребление потому что по амперметру подсчитать невозможно только по счетчику счетчик считает даже одну десятую он считает никаких проблем нету там считать ему импульсы вон это видно видите одну десятую он раз и посчитал посчитал встал посчитал встал то есть все точно вот уже выходит осталось несколько текунд по-прежнему все стабильно так смотрим напряжение выхода до 6 и 570 580 6 580 оно ведь еще продолжает движение надо отключать уже с другой стороны 580 и 6 выход так 5 сейчас запишем это все значит выход 5 и 8 и 6 стабильный пост видите что значит две десятая всего разница две десятая вот 5 8 и 6 вольт а вход сейчас посчитаем по калькулятору сколько затрачивает значит 3 минуты видите 3 минуты 12 79 ну то есть 3 минуты 13 секунд можно сказать 3 значит перемножаем на 60 у нас получать 180 плюс 13 и плюс 13 193 помножим на 300 оборотов и разделим на 3600 16 целых 83 значит эту сумму надо разделить на тысячу на киловатт тысячу разделить на 16 0 83 62 киловатта потребляет значит система запишем так где-то у меня тут записи 62 киловатт 62 киловатт 62 киловатт 62 ватт 62 ватт 62 ватт 62 ватт так а какой выход лампочка у нас 28 ватт это я мерил а тут на половину считайте 14 примерно 5 и 8 и 6 ну где-то на половину 14 ватт значит 11 раз помножим на 11 154 ватта выход 154 ватта так так 154 разделим на 62 кпд значит энергии энергетический кпд 242 48 процентов мы еще не посчитали значит то что заряжает и они старые вон он не посчитали в общем 250 а еще же значит он крутит моторы которые потребляют 62 ватта 62 ватта у нас стабильное напряжение 62 это же нам надо было 62 ватта значит подавать чтобы чтобы это крутилось 62 помножить помножить на 11 682 и плюс 154 плюс 154 836 а затратили всего 62 разделим на 62 и помножим на 100 1348 1348 1348 1348 общий кпд системы вот 1348 процентов а кпд энергетически по лампочке 248 не считая не считая заряд значит ионистеров может быть столько то так же то есть если посчитать но я не стал считать заряд ионистеров пока не заряжены ну в общем вот такие данные то есть самое главное что и даже если 248 этого нам хватит чтобы это самое иметь бестопливную энергию у нас значит 100 уходит назад и 148 150 энергии у нас как говорится идет на наши нужды еще в полтора раза больше даже по такой схеме но это я слабый запустил вот этот вот если запустить будет лучший результат потому что там на 50 ватт всего а теперь давайте это самое зарисуем схему то спрашивают схему сейчас зарисуем схему спрашивают схему схема простая это же я рисовал прибавляется только на выходе ионистера видите мотор который движет двигатель на 280 ватт так далее маленький генератор на 50 ватт на 50 ватт далее реле значит 0,1 включается одна секунда закрыта то есть питание не поступает одну секунду работает на своей энергии одну секунду то есть в десять раз в одиннадцать раз больше потому что он и здесь работает когда я включен он тоже выдает энергию то есть в одиннадцать раз получается больше и вот на выходе у нас сто пятьдесят четыре сто пятьдесят четыре ватта ну вот здесь а на входе 62 ватта 62 ватта и здесь у нас на выходе стоят ионистеры то есть мы не считаем еще то вот это вот сто пятьдесят четыре мы не считаем еще я даже не стал считать но это лишнее они тоже заряжаются значит пять штук раз два три четыре пять и от них уже выходит лампочка на двадцать восемь ватт светая это самая галогенка двадцать восемь ватт вот такая схемка как вот это вот это вот вот это вот ну это я все рисовал вот это вот новая значит для выравнивания not не на входе ставим не на входе ставим на входе нету смысла хотя есть смысл но на входе сложнее тут вход на двести двадцать это надо ионисторов сколько на 220 штук 100 наверно да если они по 2 7 вольта почти 100 штук а так на 5 они старых видите то есть берем то что есть на 5 они старых получается стабильный выход напряжение от выхода 658 видите всего две десятых а до этого без этих ионисторов было значит сколько у нас 6 и где-то там 4 то есть на 2 вольта было в 10 раз в 10 раз стабильный стало почти стабильно но надо даже в сети возьмите там вот в этой сети в электросетях да там тоже то у меня по 230 235 237 тоже 5 10 процентов скачет и здесь допуск значит две десятые то сколько у нас будет процентов давайте посчитаем 6 6 допустим разделим на 100 один процент на 06 сотых а две десятых ноль две десятых разделить на 0 06 три процента то есть даже меньше чем сети то есть три процента всего значит напряжение скачет на три процента плюс три процента минус а в сети даже больше тут пять десять процентов сети поэтому это напряжение это нормально то есть система сейчас уже эти система в принципе маленькая готова к работе вот это тоже так же будет большая еще не готова потому что нету но они готовы как они сейчас просто вот эти системы они просто могут вам значит экономить 70 80 процентов тока без без наличия аккумуляторов то есть аккумулятор должен здесь стоять и аккумулятор здесь стоять на выходе бы прямо будет заряжаться от ионисторов из выхода будем брать и и питание на разбор мы можем брать как мы здесь поняли 150 процентов вот на этой схеме брать на разбор а сто процентов оставлять что потом переставить аккумуляторы поменять местами или поставим реле но это уже когда будет уже как говорится аккумуляторы сейчас я как вчера я показывал я все шки заказал 50 штук написано значит 9 и 9 ампера но на деле там они пишут три с половиной хотя бы три с половиной если окажется или этого хватит запустить маленькую систему по 25 штук поставить сюда и сюда и вполне запустится ну так на этом значит заканчиваем спасибо за внимание желаю всем крепкого здоровья успеха в труде и обороне враг разбит мы победили нам осталось только как говорится достать запчастей